Дорогие телезрители, ассаляму алейкум! Вы смотрите передачу «По душам» и с вами вновь я, Алия Тулигенова. Вам знакомо такое чувство, как разочарование? Всё больше и больше современных людей жалуются на то, что порой их застаёт это чувство. Какова природа этого чувства и, самое главное, как необходимо выйти из этого состояния? Вы узнаете в сегодняшней передаче «Будьте с нами». Разочарование — это обратная сторона надежды. Если человек на что-то очень сильно надеялся, верил, ждал, представлял, и все эти планы не сбылись, вот тогда-то и появляется это горькое чувство. Разочарование — это чувство неоправданного ожидания, возникающее обычно по отношению к близким людям. В нашем примере к подруге, например. Мы часто сближаемся и общаемся с людьми, делая всё возможное для того, чтобы наладить отношения. И даже если, казалось бы, мы это делаем безвозмездно, внутри немного разочаровываемся, если не видим отдачи. Порой этих ожиданий бывает очень много, так как событий, которые переживаются вместе, тоже много. Тогда и возникает ощущение неоправданных ожиданий и, соответственно, разочарования. Конечно же, чувство разочарования не возникает по всякому поводу и на всех подряд людей. Бывает это обычно на какого-либо одного человека, в особенности, если он близкий родственник, коллега или тот человек, от которого вы что-либо ожидали. Так или иначе, в разочаровании есть, оказывается, свои симптомы. То есть, по следующим симптамам мы можем понять, что у вас есть или нет чувства разочарования. Симптомы разочарования легко заметить в поведении других людей. Первый сигнал — это тревога. Тревожное чувство начинается тогда, когда вы чувствуете, что что-то идет не по плану. Вы, например, ожидали одно, а происходит другое. Несогласие — когда вы с кем-либо не согласны. Это тоже может привести к разочарованию. Возникает такая мысль. Как же так, ведь мой друг должен понимать меня? Горечь и возмущение. Довольно часто эти чувства являются прямым результатом разочарования. Уход — желание уйти от критической ситуации. Это тоже проявление одного из симптомов. Часто, когда горечь начинает казаться нам слишком острой и больше нет желания участвовать в конфликте, мы просто покидаем поле битвы. К сожалению, поступая таким образом, мы только усиливаем чувство разочарования, поскольку уходим от людей, которые могли бы помочь нам. Утрата надежды — еще один обычный симптом разочарования. Подобное проявление отстраненности происходит именно тогда, когда человеку больше всего нужна вера и общение с близкими людьми. Многие современные люди говорят, что чувство разочарования почему-то возникает внезапно. То есть не после какого-либо события, а вот сидит сам себе человек, допустим, на работе, работает, и раз — у него возникло это чувство разочарования. Почему же так происходит? Отчего это так? Чувство разочарования возникает внезапно, потому что мозг запоминает схожие реакции. К примеру, если вы обиделись или разочаровались на кого-то в 5 лет, то мозг это запоминает. И если в дальнейшем совершенно другой человек делает что-то похожее или даже внешне чем-то похож на того, кто обидел в 5 лет, то мозг сразу, без выяснения причин, дает сигнал реагировать так же. Психологи, исследующие это чувство, утверждают, что обычно оно возникает не по какому-то конкретному случаю, а имеет такое обыкновение накапливаться. То есть, например, если вы на кого-то обиделись, допустим, в понедельник, то если не отреагировали в тот же день, то это чувство остается внутри и накапливается. И уже к субботе, допустим, совершенно другой человек подходит вам и сделает что-то неприятное или говорит то, что вам не нравится, все накопившееся напряжение с понедельника, мы, оказывается, стремимся все на него взвалить. Поэтому, работая с чувством разочарования, чаще всего рекомендуется сначала определить, на кого именно вы чувствуете эти чувства, на того ли человека, на которого думаете, или это кто-то другой. И самое главное, по какой причине. То есть для себя можно выписать конкретно, что конкретно вас задело, или на что вы обиделись и так далее. Поэтому желательно это делать по адресу. Если вы внезапно почувствовали разочарование, или внутри чувствуется досада, выпишите на отдельный листок свои чувства в виде письма в адрес этого человека. Не обязательно это письмо отправлять, после вы можете его отложить или порвать. Для нашего мозга, оказывается, нет разницы в том, вы говорите вслух эти слова, или же проговариваете про себя, или просто выписываете их. Самое главное для мозга это то, что эти чувства и переживания вышли наружу, то есть за его пределами. Нам обычно не хочется чувствовать такие чувства, как разочарование, гнев, обида или горечь какая-то внутри. Нам хочется поскорее, поскорее от них избавиться. Вместо них нам хочется быть в приподнятом настроении, в радости, в нейтральном, по крайней мере, настроении и так далее. Однако, если это чувство появилось, чувство разочарования, то, оказывается, нужно дать ему право быть. Если у нас внутри появились любые чувства и эмоции, в данном случае это разочарование, то самый быстрый способ успокоить их – это позволить им быть. Другими словами, прожить их. То есть не спешить от них избавиться. Ведь наши чувства были созданы Всевышним Аллахом не просто так. И не просто так мы способны все это чувствовать и переживать. Значит, для чего-то нам нужно иногда испытывать чувство разочарования. Возможно, для того, чтобы сделать оценку происходящего. Несмотря на то, что чувство разочарования желательно проживать, то есть позволять им быть, иногда бывают состояния, когда уже невмоготу, уже невозможно быть в этом состоянии. И, оказывается, существуют свои своеобразные методы, как выйти из этого состояния. Внимание на экран. Во-первых, нужно регулировать мышление. Начните отвлекаться на какие-либо мелочи вокруг вас. На деревья, листья, ручки, бумаги и так далее. Во-вторых, посмотрите на свои проблемы в перспективе. Представьте, что уже прошел месяц или два. Как бы вы реагировали? Например, спросите себя. Это будет иметь значение через год, через неделю или месяц? В-третьих, составьте список благодарностей, список вещей, за которые вы поблагодарили бы Аллаха. Вы увидите, что в вашей жизни гораздо больше хорошего, чем плохого. Четвертое – это забота о своем здоровье. Духовное развитие в виде молитвы или духовной литературы. И физиологическое развитие в виде спорта, отдыха на природе и полноценного сна. И последнее – отрегулируйте свои ожидания. Спросите себя, а действительно ли то, что я ожидаю, мне нужно? Любые изменения в жизни человека, конечно же, происходят по воле Аллаха. И мы делаем все причины для того, чтобы улучшить свое состояние. Так или иначе, мы порой иногда разочаровываем других. То есть наоборот, что делать и как понять, что мы разочаровываем других? Если кто-либо разочарован вашими действиями или поведением, вы заметите это по его настроению и жестам. Очень часто разочарованный человек опускает свою голову в недовольстве или, к примеру, махает рукой, как будто дает понять, что ожидал большего. Или ведет себя не так, как раньше. Например, меньше звонит, меньше разговаривает, уходит в себя. Дорогие телезрители, спасибо вам за ваши письма. Вы можете отправить любой вопрос по психологии на этот имейл и номер ватсап, который вы сейчас видите на экране. А к нам поступил вопрос, давайте его посмотрим. Здравствуйте. Моя сестра часто проявляет недовольство моими действиями. Ей все не нравится во мне. Иногда даже кажется, что ей невозможно угодить. Почему так происходит? Неужели я все делаю неправильно? Да, действительно, такое очень часто происходит в семье, в семейных отношениях, среди коллег, среди подруг и так далее. Самая главная причина, почему человек к вам придирается, это нехватка внимания по отношению к нему. Если вы вместо того, чтобы угождать по тем вопросам, которые он говорит, проявите внимание, заботу о его внутреннем состоянии, то он немного успокоится. Разочарование напрямую связано с ожиданием человека. Каковы же ваши ожидания относительно вашего будущего или предстоящих событий? Ответив на этот вопрос и полагаясь в них на Аллаха, вы с легкостью выйдете из этого положения. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин